Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Казахстанский сетевой житель подвержен сезонности, как и все в нашем мире. А потому августовский период, когда просыпается аллергия для многих казахстанцев, не может пройти мимо блогеров в виде темы поста. Лето – это традиционно период цветения растений, а следовательно время обострения аллергии на пыльцу. По календарю цветений растений в апреле-майе цветет одуванчик, береза, тополь, ясень и сосна. В мае-июне подсолнечник, клён, подорожник, дуб, липа и крапива. Сейчас август и пыльцу выделяют сорные травы, в частности полынь и лебеда. Автор объясняет, что аллергия на сегодняшний день может быть на что угодно. В современных условиях экологии, образа жизни людей аллергическую реакцию организма может вызывать как душистый фрукт, так и безобидные орехи. Не говоря уже о растениях, о существовании которых мы даже не подозреваем. Ну и самый первый, главный совет – определить, что вызывает аллергическую реакцию лично у вас. Врач на внутренней стороне руки делает определённое число царапин, и на каждую из них он наносит определённый аллерген. Далее ждём 20 минут. Припухлость возле определённых царапин говорит о том, что у вас аллергия. Далее врач выписывает курс лечения аллергенами. Обычно это подкожные инъекции. Терапия аллергенами – это не разовый укол, как в случае с прививками. Курс длится в среднем от 10-12 дней до нескольких месяцев. Да, это долго, но такое лечение является самым действенным. И аллергик обычно просто может забыть про свою аллергию на несколько лет. Такое кожное тестирование и лечение инъекциями можно проводить только в период ремиссии заболевания. Поэтому целесообразно провести эту процедуру за несколько месяцев до сезона аллергии. Лучшее время – зима. Как советует блогер, в период обострения аллергии в летнее время дома желательно придерживаться нескольких правил. Не открывать окна, чтобы выброс пыльцы не застал вас врасплох. Ну и стандартные советы, вроде влажной уборки и смены постельного белья тоже присутствуют. Очень полезный пост. Плюсую. Сам аллергик. Жду ноябрь. А так каждое утро в обязательном порядке пью антигистаминное. Иначе лучше никуда не выходить. Бесполезный пост. Советы на уровне детского сада. Каждый здравомыслящий человек это сам понимает. Есть такая теория насчет аллергии. Гигиеническая. Она говорит о том, что у современных людей мегаполисов из-за тотальной чистоты. В квартирах ванной и раковины моем с хлором, пылесосим, часто моем полы с чистящими средствами и так далее. И моносистеме ни с чем стало бороться. И она многократно усилилась и начала реагировать на то, на что реагировать не надо. Пыльца, еда. Мой товарищ мучился каждый сезон от сенной лихорадки. Так еще называет то, что вы описали. Практически излечился после того, как стал регулярно обливаться ледяной водой. Ему посоветовал сделать так один старый врач в Москве. Поскольку это аутоиммунное заболевание, то стимулирование защитных сил помогает. И довольно быстро. Плюс общее состояние значительно улучшилось. Правда, он рассказывал, что обливаться ледяной водой поначалу реально трудно. Страшно. Нужно лить из ведра на темечко. Но быстро привыкаешь. И потом, если пропустишь, не хватает. Не менее актуальный пост на платформе Ювижн посвящен теме приобретения жилья. А точнее, госпрограмме Нурлыжер. И возможности купить жилплощадь за разумные кредитные ставки. По 10% годовых. Государство запустило программу субсидий Нурлыжер, чтобы реанимировать рынок ипотеки. Конечная ставка вознаграждения после субсидирования – 10% годовых в тенге. И создать спрос для строительных компаний. Только первичное жилье после ввода в эксплуатацию. Условия для участия достаточно просты. Первоначальный взнос – 30% от стоимости квартиры. Покупатель должен быть первым, кто въедет в эту квартиру. Срок кредитования – 180 месяцев. А вот период субсидирования – чуть меньше 120 месяцев. Вообще, если кто-то давно хотел приобрести жилье в новостройке для проживания или для сдачи в аренду, субсидии по ипотеке Нурлыжер позволяют более эффективно использовать кредитное плечо. Так что, если вам нужна квартира, то самое время штурмовать сайты таких госкомпаний, как казахстанская ипотечная компания, где все условия и даже названия банков второго уровня, через которые можно оформить льготный займ, перечислены. Ну а мы желаем вам обрести долгожданную квартиру на комфортных условиях. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете!